спикера всем привет привет не знаю как вы все машете мне потому что я не могу махать людям я могу только ответ помахать не знаю как это делаете в эфире даже прогуглилась все равно не смогу разобраться так что-то наш спикер запаздывает всем привет привет-привет так наш спикер здесь наталья давайте добавляю вас так наталья здравствуйте да здравствуйте всем привет привет так ну что подождем еще чуть-чуть пока все присоединятся или начнем ну можно наверное с чего-то начать давайте может вы нам пока расскажете немножко о себе и что вы делаете да меня слышно да хорошо очень хорошо слышно мне отлично да просто позвонил кто-то и бывает иногда звук пропадает меня зовут наталья бунтова я химик технолог разработчик косметики с профильным высшим образованием занимаюсь разработкой косметики уже больше семи лет я работала технологом разработчиком на производстве косметики затем начальником лаборатории потом главным технологом потом я ушла из компании ушла в декрет и начала там развивать уже свой бренд натуральной косметики премиум класса это уходовая косметика для волос и для кожи ну собственно вот вкратце про косметику мне 29 лет у меня есть обычные косметы года на это как бы все так говорят о нейтролая косметика этоально классе а технологи коллега класно и в чем преимущества да это в том что натуральные ингредиенты как правило но тут тоже нужно понимать что натуральная косметика на разные бывают но вот так скажем здорово и натуральная косметика, она имеет большее сродство к нашей коже и к нашим волосам. То есть синтетические ингредиенты, они, грубо говоря, не воспринимаются кожей, они могут нести какие-то побочные действия, накапливаться, например, и так далее. Натуральные косметики, компоненты экологичные, они более экологичные для нашей кожи, благоприятные для неё, оказывают действия положительные, да. И получается, что в натуральной косметике меньше того, что нам может нанести вред, соответственно, больше концентрат того, что несёт пользу, если я дам в двух словах. У вас там на заднем плане что-то происходит? Я слышу, да, что проснулся ребёнок, но я надеюсь, там сейчас смею и займутся. Хорошо, мы можем вас подождать, если хотите минутку как-то, смотрите, как особо. Так, хорошо, что-то ещё хотела спросить. А, значит, всё-таки, ну, основной плюс это то, что меньше побочки, правильно? Ну, один из, да. Один из. Ну, а вот по эффективности, как бы, ну, я так раньше думала, что вот те, что как бы синтетические или какие-то там изобретённые в лаборатории, многими очень умные люди одновременно, наверное, она так супер разработана, что, ну, супер эффективна. Я знаю многих людей, которые пользуются натуральной косметикой, у которых тоже очень классный эффект. Вот именно по эффективности, если ингредиент, например, как гейлероновая кислота, да, там высокомолекулярная, низкомолекулярная, если, так сказать, косметика ненатуральная, то они могут её прям идеально брать по то, что нужно. То есть, натуральная косметика, ну, меньше, меньше возможностей, как сказать, и на русском языке, меньше возможностей с ней играть, нет? Нет, на самом деле, если говорить про эффективность, то и в, условно, там, ненатуральной косметике есть эффективные и неэффективные средства. Так, знаете, я, наверное... Давайте, ну, а ждём. Возьмем, да. Да, спасибо большое. Ребята, если есть какие-то вопросы по поводу ненатуральной косметики, то сейчас самое время их задать. Вот так. Ещё один спикер пришёл. Привет, смотри. Проснулась не вовремя, да? Спала, наверное. Сидишь со мной? Пьер, будешь вести со мной? Смотри. Смотри, сколько у тебя сматых людей. Привет. Мы рассказываем про натуральную косметику с тобой. Это очень интересно. Вот про такую. Вот про такую. Поспишь немножко со мной? Давай. Так, значит, вопрос был про эффективность. И в натуральной косметике, и в ненатуральной косметике может быть эффективная косметика, а может быть неэффективная. То есть, вот я сразу сказала, что натуральная косметика, натуральные косметики рознь, и там могут быть тоже разные вариации. Например, в чём эффективность, да, заключается вообще, как правило, средство? Оно закладывается в таких ингредиентах, да, условно, которые называются активные ингредиенты. То есть, они несут вот тот функционал, который отвечает там за свойства, которые там нужны, там, увлажнение, питание, там, NCH и так далее, да. И вот натуральные компоненты, они, условно, там, возьмём какой-нибудь экстракт ромашки, к примеру, да. Этот экстракт ромашки может быть произведён из какого-то некачественного сырья, например, да. Может быть, произведён по технологии, где свойства активные, по той технологии, где убиваются, в общем, полезные компоненты, которые содержатся в этом растении, например. И в конце там, в принципе, не коррелирует никак производитель, не отслеживает процентное там содержание вот этих вот самих активных компонентов, которые отвечают за вот эти действия внутри этого растения. И тогда это будет неэффективно, вот. А бывают компоненты, которые, вот эта ромашка, да, выращивается органическим способом, в специальных условиях, в определённых, в определённой местности, да, где всё чисто экологично, за ней следят, там, соблюдают условия без удобрений, без всего. То есть там всё это контролируется. Затем это растение берётся, и по специальной технологии его производят таким образом, там, при низких температурах, чтобы сохранялись полезные свойства. Потом на него ещё делаются специальные тесты, которые помогают определить эффективность этого компонента. То есть по итогу у них уже есть такие клинические исследования на этот компонент, и они там отслеживают те же параметры антиэйдж, то есть какие свойства он несёт, насколько он эффективен как антиэйдж, например, насколько он эффективен как увлажнитель и так далее, насколько он хорошо делает, да, вот эти свойства. И тогда косметика, включающая вот такие компоненты, она будет, соответственно, эффективная, вот, гораздо эффективнее той, чем там ромашка, которая выращена непонятно как. И цена вот этих двух компонентов, она будет отличаться во много-много раз. То есть там, условно, ромашка, которая там вот так сделана, там будет стоить 500 рублей за килограмм, а ромашка, которая, ну, со всеми вот этими исследованиями, она там, допустим, будет стоить 300 евро за килограмм. То есть разница очень весомая. И, соответственно, эффекта, соответствующий этим свойствам, будет разный. Так, у вас тут пришёл вопрос. Как косметика хорошая, видимо, какая косметика хорошая для проблемной кожи и часто высыпает лицо? Может быть, вместо того, чтобы сказать, как косметика, может, вы нам лучше скажете, какие ингредиенты искать в натуральной косметике или когда приобретаешь натуральную косметику, чтобы помочь с высыпанием? Насчёт высыпания. Ну, я сама с косметикой не пользуюсь какой-то покупной, да, потому что я сама делаю, уже сколько лет развожу. Я могу поделиться вот своей находкой. Это, кстати, один из таких редчайших случаев. Я нашла очень крутой компонент в России. Я вообще практически все компоненты, там 98% у меня, из Европы, из Америки. Но нашла очень классный компонент в России. Его делают на Байкале. Это водная вытяжка из сосны. Её делают как раз-таки по экологичным способам, то есть выращивают органическим способом. И у них ещё классное тем производство, что оно без всяких выбросов и без побочных продуктов. То есть оно полностью, там, у них вот этот цикл-рецикл. Но это как бы не так важно. Важно то, что оно очень классные свойства имеет. Оно восстанавливает микробиом кожи, уменьшает поры. И за счёт того, что микробиом кожи восстанавливает, уменьшается воспаление все, высыпание. То есть все проблемы с кожей, которые есть, она нормализуется через здоровое, получается, через такое, через оздоровление, а не через то, чтобы замазать или просто сузить, там вот как спиртом, да, там пытаются что-то сделать. И потом ещё хуже происходит, потому что микробиом, наоборот, нарушается, когда какие-то агрессивные такие виды используются. Вот. То есть микробиом кожи – это залог здоровья. И я в своей косметике стараюсь использовать именно те компоненты, которые направлены на то, чтобы вот так вот глубинно воздействовать. Можно бы повторить, что такое микробиом кожи? Да, с удовольствием. Наша кожа покрыта бактериями, разными микроорганизмами, которые нам… Наша кожа – это иммунитет наш такой, такой большой, потому что кожа же большой орган. Вот. И это один из видов иммунитета для нашего организма. То есть вся наша кожа пронизана, покрыта микробиомом, который как раз-таки состоит из смеси бактерий, других там микроорганизмов. И они, как такие стражники, стоят на защите нашей кожи и защищают от проникновения вредных бактерий, вредных вирусов, аллергенов, токсинов и так далее. Вот. И когда наш микробиом в норме, то есть соотношение вот этих микроорганизмов в норме, то есть оно же состоит из условно положительных, из условно патогенных и патогенных. И когда они в балансе, то наша кожа защищена, и наша кожа выглядит здоровой, потому что она здоровая, соответственно, да. В ней, ну, раздражители никакие не проникают, и поэтому всё хорошо. Когда у нас нарушается микробиом, то есть условно патогенные организмы могут выходить наружу, да, и тогда могут происходить те же самые высыпания, потому что, по сути, это и есть вот проявление бактерий. Когда нарушены вот эти соотношения, и проникать токсины могут легче, то есть могут всякие высыпания в виде аллергии быть, и вирусы, бактерии проникают в кожу, и, соответственно, тут уже про общее вообще состояние организма тоже речь идёт, что мы легче заболеваем, когда нарушен микробиом. Хорошо, понятно. И ещё раз немножко повторюсь насчет прожившего вопроса, но это уже больше, ну, немножко другое, наверное. Смотрите, какие ингредиенты, вот даже если нет высыпаний, да, просто какие ингредиенты, вот когда мы покупаем косметику, что искать? Вот я беру баночку, что мне искать? Особенно, может быть, посоветовать что-нибудь именно противовозрастное, для упругости кожи, ещё что-нибудь такое. Для упругости кожи противовозрастное я буду всё-таки, наверное, рассказывать на примере своих средств. Вот, если договорить про, вопрос был, да, как там, не про поры, а про... Высыпание до этого? Высыпание, да. То у меня на этом ингредиенте есть тоник-мист, который состоит из как раз-таки, ну, там, практически 100% это вот эта водная вытяжка, и плюс там ещё увлажняющий компонент есть, и там дополнительные, да, компоненты, консервант натуральный и эфирное масло. Если говорить про антиэйдж, вообще залог ещё здоровья кожи, да, это гидролипидная мантия кожи, вот кроме микробиома, вторая такая составляющая, это гидролипидная мантия кожи, я думаю, что многие об этом знают. То есть она состоит из водных компонентов, гидро, да, и липидных, жировых. И вот когда у нас в балансе и то, и то, тогда кожа, соответственно, здоровая. Про возрастные изменения, это больше про липидный слой, да, потому что он, вот, отвечает главным образом за эластичность и за упругость. Но использовать только его без увлажняющих тоже нецелесообразно. То есть для возрастной кожи стоит обратить внимание больше, да, чтобы в составе были натуральные масла, чтобы были компоненты, например, которые несут антиоксидантные свойства. Это может быть, к примеру, убихинон, токоферол, витамин Е. Могут быть специальные, опять же, экстракты, которые нацелены на возрастные изменения. Я в своей системе использую, вот у меня именно для антивозрастной кожи, есть очень классный вариант, это две сыворотки. Одна увлажняющая, то есть для восполнения как раз-таки водных, да, всех функций, в которые также входят компоненты, направленные на улучшение и микробиома, и увлажняющих факторов. Вот, собственно, она. И вторым этапом идёт липидное, то есть на основе масел, натуральные масла, и плюс компонент, который как раз-таки антиэдж-эффект даёт, за счёт, и мгновенно он даёт, за счёт, ну, в его состав входят экстракты, и убихинон. То есть он и антиоксидант нанесёт действие, и подтягивающие действия нанесают морщины во времени, и улучшают эластичность, и сразу даёт подтягивающий эффект за счёт того, что в экстракт, один из экстрактов входит компонент, который даёт такой вот подтягивающий эффект мгновенный. То есть это тоже натуральный компонент, его делают в Италии специальным способом, и это как раз один из компонентов, про который ты вначале рассказывала, что он имеет доказательную базу. И вот как вариант антиэдж, я считаю, что это прям идеальное сочетание. Так, вопрос. Коллаген можно принимать после трясти? Я так понимаю, я не знаю, вы работаете с БАДами тоже, или только вот косметика, которую масса для себя надо? Я с БАДами не работаю, то есть я не специалист по БАДам, чисто на своём, там, то, что для себя я изучаю, да. Но про коллаген я могу сказать не про компоненты, если уж я рассказываю. Есть компоненты, которые называются там гидролизованный коллаген, гидролизованный эластин. Есть такое мнение, что они улучшают эластичность кожи. Вот, и хочу, ну, разве что сказали про коллаген затрону, такой миф есть, что вот они как будто бы проникают в кожу, ну, внутрь кожи, и заполняют там наши естественные, восполняют эластин коллаген. На самом деле это не так, это миф. Эта молекула настолько большая, что она не может проникнуть в маленькую клеточку кожи. И, ну, через маленький вот этот проход. И, ну, таким образом восполнить нельзя. Всё, что он может сделать, это эффект увлажнения. То есть за счёт эффекта увлажнения может быть такой эффект разглаживания. Но проникнуть внутрь он никак не может. Вот. И чтобы улучшить коллаген и эластин, как раз-таки есть компоненты, вот, из натуральных экстрактов, например, про то, что я сейчас рассказывала, который входит в состав, каким образом он ещё делает проломбирное вот это действие антиэйдж, за счёт того, что он улучшает выработку собственного коллагена и эластина. Вот. То есть на то, чтобы улучшить выработку, можно повлиять, но восполнить коллагеном извне, как бы, вот это невозможно. Угу, поняла. Хорошо. Так, ребята, ещё есть какие-нибудь вопросы? Можно сейчас задать самое время. Так. Хорошо. И тут девушка просила выслать вроде какой-то... То, что вы рекомендовали этот спрей. Но, может, вы нам просто скажете, где... А, вот только хотела сказать. Скиньте, пожалуйста, продукцию, где можно заказать. Вопрос пришёл. Вот и мне это хотела спросить. А, сейчас можно заказать через директ. То есть можете на мою страничку перейти, мне написать. То есть я через заказы сейчас принимаю индивидуально через личную консультацию, чтобы подобрать максимально то, что нужно конкретно вам, да, под ваш запрос. Угу. Хорошо. Тогда всё. Наверное, на этом все наши вопросы закончились к вам. Так. Ладно. Спасибо большое за то, что пришли на эфир. Вам тоже большое спасибо. Я думаю, что моим подписчикам тоже будет интересно вас немножко узнать про вашу деятельность. Я знаю, что вы фейс-фитнесом, да, занимаетесь массажем для лица. Да, я занимаюсь массажем лица. Это тоже способ, естественно, омоложения. Честно скажу, что я к массажу лица пришла не потому, что это натурально, хотя это натурально, но больше потому, что мне нравится именно результат. Результат от массажа лица, ну, мне намного больше нравится, чем от ботокса и от филеров. Во-первых, как бы лицо выглядит естественно, красиво, и нет никакой побочки от этого, да, например. Потому что люди очень часто выбирают вколоть что-то, но не понимают очень часто, что есть огромная побочка. То есть много девчонок таких, которым всё равно, что там это как-то плохо на здоровье влияет. Я говорю вот чисто по результату, чисто по внешности. Самый простой пример – это если заколоть лоб, то, скорее всего, у вас опустятся веки немножко. Значит, нужно будет заколоть и веки тоже. Идёт цепная реакция, и, в общем, потом просто всё едет в разные стороны. Эти филеры потом придётся колоть. Филеры накапливаются в коже, они притягивают воду. Ну, в общем, если даже, как бы, девчонки не переживают за то, что это, во-первых, в принципе, вредное здоровье, но чисто переживают за внешний вид, я по-прежнему думаю, что от массажа лица, конечно же, намного лучше эффект, чем колоть. О, прикольно, если девочка смотрела «Дом-2». Так, вот, значит, как массаж работает? Очень многие думают, что это какая-то магия. На самом деле я была в числе этих людей, потому что я много лет колола лицо, признаюсь честно. Я начала колоть, когда мне было 25, почти 26 лет. Вот, и немного лет, я так преувеличила немножко, почти, получается, 3 года колола. Вот, и в 28 лет я нашла для себя массаж, потому что там после того, как я колола каждые там 6 месяцев, а через какое-то время, уже к 28 годам, у меня была фотосессия, я просто смотрела на себя и не могла себя узнать. У меня лицо чуть-чуть туда поехало, чуть-чуть сюда поехало, и не могла изобразить настоящие свои эмоции, не понимала вообще, как оно, как шевелить мышцами на лице. В общем, начинала замечать, что вроде я такая молодая, да, мне 28 лет тогда было, но лицо уже как бы немножко испорчено. Я думала, блин, что же делать надолгую? Хочется выглядеть молодо, а это уже не работает. Вот, и так пришла к массажу лица. Вот, ну, сначала я думала, что это какая-то магия. Вот, потом поняла, как это работает. Это работает очень по простому принципу. Для тех, кто не понимает, вот, например, у вас здесь появляются морщины. Мышца под кожей стянута, и кожа на ней складывается в гармошку. Если отколоть ботокс, то мышца просто по полной растягивается, расслабляется, и, соответственно, кожа на ней расправляется. То же самое мы делаем массажем лица. Только вместо того, чтобы что-то поколоть, мы просто растягиваем эту мышцу по всей длине, чтобы кожа на ней полностью разгладилась. Вот, поэтому есть, так сказать, логическое объяснение тому, кто-то работает. Как бы можно довериться, можно немножко подумать о том, как работает. Потому что, я говорю, у многих людей такое отношение к массажу, типа, ой, не знаю, мне кажется, мне не поможет. Поможет всем. Если вы обычный человек, у вас есть мышцы, у вас есть кожа, то, скорее всего, массаж с вами сработает. То же самое там работает, например, с носогубкой. То есть мышца тянет вверх, появляется вот здесь вот залом. Если эту мышцу растянуть, то залом начинает потихонечку расправляться. Или там, если тянет здесь, то эта мышца, мир губы, то же самое с возрастом уходит за объем, потому что губы стягиваются и как бы заворачиваются внутрь. Если хорошенько растянуть эту мышцу, расправить ее полному объему, то губы начинают выворачиваться и увеличиваться в объеме. То есть даже не увеличиваться в объеме, они могут только вернуться к тому объему, который у вас был изначально. То есть, конечно, если у вас от рождения, ну, прям, мало-то что, то массаж может только оставлять это, то есть чтобы с возрастом они не становились меньше, не появлялась морщина на губах, то массаж в этом очень поможет. Так, еще что и... Еще я хотела сказать про тейпы. Вот я в своей работе использую тейпы. Если у кого-то есть вопросы, задавайте сейчас, в хорошее время тоже. И очень многие, я знаю, как-то так к себе к тейпам относятся. Типа, блин, какая-то фигня, ходить потом с ними так неохота. Вот, но тейпы — это просто супер вещь. Если вы делаете массаж лица и не делаете тейпы себе, то вы просто обкрадываете себя результатом. Потому что, когда вы растянули эту мышцу, на эту мышцу залепить тейп, как бы много действий от этого тейпа. Во-первых, он напоминает вам сразу не, как сказать, не напрягать эту мышцу. Например, если вы залепили межбровку, он немножечко жесткий, и он как бы вам мешает сдвигать брови и развивает привычку не сдвигать. Это самый, как бы, такой простой эффект. Потом он эту мышцу, даже если вы ее не хотите сдвигать, все равно вы тейп лепите на, как сказать, растянутую мышцу. Получается, что этот тейп, он эту мышцу еще чуть-чуть дольше держит в растянутом состоянии. И, конечно, самый классный эффект — это лимфодренажный. То есть немножечко тейп оттягивает, потому что на тейпе образуются вот такие волны. И вот в местах этих волн тейп немножко оттягивает кожу от мышцы, и там проходит лимфа, и начинает наступать очень много полезных веществ, потому что, как бы, косметикой мы действуем снаружи, а кровь действует изнутри, поэтому ничего лучше этого просто быть не может. Со всех сторон можно омаживаться. Вот, поэтому всем, кто не пользуетесь еще тейпами, я вам говорю, начинайте. Это очень-очень классная вещь. Классно. Массаж лица, да, спасибо большое, очень интересно. Я массаж лица делала, и в студенческие годы я еще даже проходила курсы косметологов, училась даже делать массаж лица. И то есть я понимаю, как это устроено, там, про мышцы, это все я понимаю, да. И поэтому я, собственно, и ходила на массаж лица, вот хочу опять вернуться. А насчет тейпов, я, честно, первый раз слушаю, я раньше не слышала и не применяла. Вот, поэтому меня прям заинтересовало. Еще насчет массажа я слушаю, и я понимаю, что я не могу не сказать, что у меня есть масло очень классное для... Ну, в смысле, оно и для лица подходит, и для тела, ну, такой универсальный для волос, и для кутикулы, и для бровей, и для всего. Вот я сегодня, кстати, немножко рассказывала. И вот массаж тоже им удобно делать, потому что он очень хорошо растягивает, ну, то есть очень его длинное вот это нанесение. Я понятно, да, объясняю? Площадь, да, экономичная. И вот у меня брала девушка специально для того, чтобы делать себе дома массаж лица. То есть, получается, работаем и руками там мышцы, и еще насыщаем кожу питательными компонентами полезными. А из чего сделано это масло? Масло из масел органы, барага, папайи, сосанковой, сафлора, вот, и плюс антиоксидантный комплекс натуральный. Угу, классно. Интересно, очень даже рассказали. Я сейчас большей частью использую гель, но какое-то время раньше использовала масло тоже. Хотя, ну, на некоторых клиентах, у которых нормальная кожа реагирует, у них тоже есть свои любимые масла, которые они хотят именно масло использовать. Но было бы интересно, пробуй такое масло в один день. Хорошо. Надо бы посмотреть у вас. В плане, да, еще добавлю насчет лица, потому что очень многие боятся масел из-за того, что они жирные, да, из-за того, что, ну, каким-то образом, ну, есть такое опасение, что могут вызывать для жирной кожи там какие-то высыпания или что-то, да, ухудшать состояние. У меня масло подобран состав таким образом, что у него степень комедогенности стремится к нулю, оно не вызывает высыпаний, оно подходит для жирной кожи в том числе, и приятно тем, что оно впитывается очень быстро, то есть его наносишь. У тебя сегодня в сторис, кстати, показывала, я его немножко доработала, сегодня делилась. То есть его наносишь, и оно впитывается сразу, то есть оно не оставляет жирной вот этой пленки какой-то, которую потом не знаешь, куда деть там, промокнуть и так далее. Даже вот девушка, которая именно массаж делала, написала, что нет надобности его даже убирать потом, ну, что оно все впитывается. Интересно. Хорошо. Попробовать. Ладно. Спасибо большое. Так, ребята, еще есть? Пишите, если есть. По-моему, уже все все задали, что хотели. Да, кто-то присоединяется, я думаю, что посмотрят тогда в записи. Да, ребята, теперь было очень интересно, и обязательно посмотрите в записи, я его сохраню. Наталья, вам огромное спасибо, что пришли и рассказали нам столько всего нового. Я вообще ничего не знала про эту косметику, но теперь... Ты немножко так относилась, блин, натурально, непонятно, как бы, что они там делают и кто это делает. Какая-нибудь там баба лиска с соседнего подъезда, что там намешала в миске и хочешь мне продать. Вот. Но теперь я знаю, что на самом деле технолог это делает. Есть люди, которые... Так, есть вопрос. Да, есть люди, которые как бы с образованием это делают, они знают точно, что какие ингредиенты и для чего внушают доверие. Так, есть вопрос. Давайте вопрос, Тоня. Ждем вопрос. Да, я могу еще раз повториться, пока ждем вопрос, что, ну, любая косметика, она бывает разная. И натуральная, и ненатуральная, и любая. Вот. Вопрос в том, кто ее делает, каким образом, из каких ингредиентов и так далее, по какой технологии. И то же самое, что я рассказывала про сами компоненты. Вот с косметикой, с самой уже, с самим продуктом, то же самое. Вот. И когда человек, ну, со знанием дело это делает, то это одно. А когда, ну, каких-то знаний не хватает, то там у меня тоже к некоторым натуральным средствам есть вопросы, например, про то, насколько защищена, да, косметика, насколько она безопасна. Потому что, ну, натуральные средства делать сложнее, чем обычные. Там меньше выбор ингредиентов, так скажем, да, потому что не все подходит, очень много синтетических. И тот же консервант, те же консерванты сложно, да, найти, подобрать, чтобы они были и натуральные, и действующие. Смотрите, а вот ретинол, он как бы из витамина А, как бы, но вроде, ну, как я понимаю, что сам ретинол, он синтетический, или бывает натуральный тоже? Бывают вообще разные формы ретинола, но это такая больше уже медицинская косметика или форма, как это, фармацевтика, да, такая профессиональное использование, не домашнее. Вот самая эффективная форма ретинола – это липосомальный ретинол, вот. Ну, там много, короче, да, таких историй, что он действенный, но он очень много, да, может давать побочек, им нужно уметь пользоваться, вот. И опять же, там нужно смотреть по содержанию, в каком он количестве содержится, да, то есть бывает там, что можно для домашнего, что нельзя, и потом там тоже нужно понимать, как его использовать, в какой период, там, времени, ну, там, на солнце, там, да, чтобы не было ожогов выходить. Вот, ну, такая тема сложноватая, и достаточно, ну, это достаточно такой агрессивный компонент в любом случае, я за то, чтобы все-таки, ну, в своей именно косметике использовать более щадящие компоненты, которые, может быть, работают не так быстро какие-то, да, ну, то есть вот какие-то действия могут, например, через какое-то время как накопительный эффект давать, но оно будет давать. Ну, вообще, я замечаю, что, как правило, все равно эффект сразу есть, просто он потом со временем усиливается. Угу, угу. Хорошо, ладно, что-то вопрос не пришел. Ну, ладно. Ладно, закончим эфир. Тоня, если у вас есть вопросы, либо к Наталье, либо ко мне, можете просто написать нам в личку, и всем тоже, если вдруг вы смотрите эфир записи, и есть какой-то вопрос, обязательно пишите, не стесняйтесь. Да, да, солнышко, не стесняйтесь, да, писать, если что, мы на связи, да, можно в личку, в директ писать, вот, с удовольствием ответим. Спасибо большое за эфир, хорошего вам вечера. Да, получилось не вдвоем, а втроем, спасибо взаимно. Спасибо, до свидания. До свидания. Спасибо. 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 Спасибо.